Проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата» Это проект по установлению личности тех, кто нарисован на данных портретах. И мы 22 июня этого года запустили его и решили все-таки найти родственников, чтобы передать в архив, в семейный архив, этот портрет каждой семьи. На сегодняшний момент мы смогли установить только личность одного воина. Это Шестаков Григорий Иосифович, 1921 года рождения, награжденный Орденом Красной Звезды. Родом он из Орловской области, а призывался он с Хабаровского края, с Комсомольска на Амуре. И сейчас наступает второй этап розыска. Первый – это установление личности, а второй этап розыска – это непосредственно нахождение родственников и довести им всю эту информацию и по возможности передать. Ну да, коллеги наши, поисковики из Хабаровского края, я уже созванился буквально накануне, и помощь они нам окажут всестороннюю. Будем надеяться, что родственники все-таки проживают там, где указано наградных документов. Портреты давно у нас, наверное, с 2000 года еще лежат. Точную судьбу этих портретов мне неизвестна, потому что они еще до меня были. Лежали много лет, а тут как бы никогда не касались, потому что такой работой не занимались никогда. Тут всероссийский проект стартовал, мы были в Москве, увидели и подумали, а почему мы не можем сделать то же самое. Они нам сегодня известно, что они обучались в городе Грозном в 1942 году. Конотопское военное училище летное было расквартировано в Грозном. Это указывает и подпись на самом портрете, поэтому нам известна небольшая информация, но я думаю, что основная масса – это кадровые офицеры, которые проходили службу в этом училище. И плюс учлеты, то есть это те будущие летчики, которые обучались. На Шестаков в документах у него значится, что не вернулся с задания, пропал без вести.